привет друзья подписчики моего канала просто зрители привезли мне тут друзья несколько мешков китовых голов китай это лосось и попросили их посолить и закоптить но поэтому чуть позже видео покажу как можно сделать вкусный деликатес пиву офигенная закуска копченые головы лосося это вкусно и здорово но я хочу показать еще один небольшое видео сейчас сниму покажу как можно сделать голову лосося под маринадом тоже классный рецепт доступный бюджетный и очень вкусный как бы там ни было лосось голова лосось это все-таки лосось это рыба лосось она с хрящами видеть нет костей тут хрящи и тут много чего поесть тут щечки здоровые глаз очень короче приступим первым делом нам нужно их слегка присолить просто обычные мелкой соли как вы готовите солите рыбу на еду слегка их присыплем присолим чтобы они маленько выпустили себя в воду голову были мерзлые их разморозил за ночь оттаять его слегка их присаливаем и присоли нам сейчас перемешаем и оставим их на полчасика чтобы просто вышла из них вода вообще очень вкусные головы лосося сильно соленый их сильно засаливает на зиму в бочках вместе с рыбой потом отмачивают и просто отваривают это офигенная штука я только ради этого бочонок небольшой голову сварю чтобы просто сварить и потом с другую картошкой это очень вкусно фронтальные восточники все знают и подтвердят соленые головы отмоченные вареные это офигенная вещь но они также вкусные еще и под маринадом свежие головы вот сейчас их можно жарить это тоже очень вкусно видите магазине стоит недорого смело покупайте и стесняйтесь это вкусно и полезно грязчики это коллаген и суставов то что надо все оставим их минут на 30 а пока подготовим следующий ингредиент нам понадобится морковку потереть перец порезать соломкой лук порезать соломкой ой пошинковать лавровый лист но сейчас тру морковку режу лук перцы как раз его посолиться и будем жарить так друзья смотрите лук порезал довольно таки крупными полукольцами морковки нужно в полтора раза больше по объем к луку на любители конечно все это тут никаких граммовок не нету четких правил перчик тоже порубил рыба подсолилась сейчас буду жарить рыбу жарю муку я на кукурузной муке нету кукурузной муки ничего не муки ничего страшного жарьте на обычной на пшеничной но обваливать их надо обязательно в маке потому что мука когда мы будем мариновать уже их под маринадом делать она нам даст густоту вот этому нашим соусу который будет покрывать эти головы в которых они будут тушиться и обжаренные головы гораздо вкуснее подменяем чем просто сыр и кинуть их и сварить в этом маринаде обжаренный топчик вареные так себе вот соленые вареные головы это да а когда вот соленые в маринаде это не очень по самом деле все просто черт масло нагрели обыкновенно растительно обваляли голову в муке и из и первоначально ложим вот этой стороной дешку где кожа масло потом будем переворачивать ну как бы и все жарим до золотистой корочки все как обычно как вы жарите в любую рыбу в этом маринаде отлично получается и маринованная рыба не только красная но любая белая щуку очень вкусно в нем делать кусочками и обжаривайте и готовьте такой маринад для щуки и будет просто шикарная вещь попробуйте не пожалеете друзья после того когда вы обжарите головы убираем их на тарелку сейчас эти тоже обжарится сковороду массу в которой жарили с головы выливаем протираем учистую подскорку подскорку моем и сейчас будем делать уже зажарку для нашего маринада все голову пережарим сковородку обновили масло свеженькое наливаем не экономьте на здоровье сейчас нагреется нам нужно будет быстренько запарсировать лук и клубу сразу же добавим какую хорошую щепоть сахара лук будет гараж гораздо вкуснее если добавить и при пассировке лук к нему немного сахара все лук сейчас нужно пассировать чтоб устал такой чуть-чуть золотистый это быстро на сильном огне делаем а потом уже к нему добавим морковку друзья вот видите пару минут и обжаривал лук он начал слегка слегка так вот краешки под под загорать короче начали ну все отлично сейчас на этом этапе мы добавим чесночную пасту вот такси намного не будем ядреная штука вата если нету то это примерно два зубчика чеснока сейчас запах многократно усилится запаха снова добавляем морковку и тоже обжариваем ее немного пока мисс она не станет мягкой тоже буквально пару минут дело займет морковка размягчилась сильно жарите тоже зажаривать не нужно чтобы она не теряла свой вкус свою форму чтоб она была морковка это на вас потом в кашу превратится и будет маленько не то добавляем сюда болгарский перец вот сейчас вообще пошел просто просто шикарный аромат перемешиваем это все дело и пойдем сейчас все это дело уважаем в казан я буду в казане тушить это не принципиально можно в кастрюле может сковороде если немного делаете и потом уже будем делать заливку марина марина сам непосредственно итак друзья готовить я буду в афганском казане но просто потому что он толкастов толстостенный хорошо держит тепло функции скороварки мне тут не нужны я не хочу приграть превратить эти голову в тушенку консерву нет просто для удобного большой и хорошо в нем тушить так берем половинку наших с вами овощей и на дно казана их чмяк ребят мир овощи не солили примерно половину выложили распределили там их на дне сейчас выкладываем свой голов на дно слой опять овощей свой голов посолим и заливку которая сейчас будем заливать вот так вот примерно все распределили вот видно заложили оставшиеся овощи сейчас можно приходит маринаду здесь у меня душистый перец возьмем штучки две три четыре гвоздички для остроты я добавлю у меня сычуанецкий перец он конечно шикарно но дороговатый стоит но пачку можно взять его немножко добавляйте он классный просто офигенно он пахнет ни на что не похожа перцем короче ладно так дальше сразу котел добавим 2-3 листика лавровых и также у меня вот такой перец порезанный соломкой это тоже для остроты он тоже китайский это же очень вкусный он такой подвяленный немножко его добавляем вот видите как выглядит все эти перцы мы расточен крупно фракция такая что просто раскрылись ароматы высыпаем тоже суда там все у нас распределиться все разойдется так все идем делать маринад час коротку ополосну так друзья переходим к маринаду для нашей рыбы для наших голов снова в коварду нагреваем насыпаем немного сахару и как он сейчас золотится добавим томатную пасту обычную самую это дело обжарим с капли растительного масла сейчас все покажу присолим ну и принципе маринад готов все просто как сахар стал коричневым быстренько добавляем немного растительного масла к нему буквально ложку и столовую ложку томатной пасты все это дело быстренько обжариваем как томатная паста обжарится в это память она перестанет стрелять заливаем примерно пол стакана воды все добавляем сюда столовую ложку с горкой сахару обычного присаливаем красивый цвет получился и это очень вкусно сейчас и последний штрих на такой объем но вы еще берите во внимание то что у нас там рыба овощи обыкновенный 9 процентовый уксус вот самый простой с магазин который эти он уже загустил закон подпустил а когда с мука разбухнет который в который голову мы обваливаем лучше бы густой все попробуйте на вкус и что-то не дохватает добавьте он должен быть соленовато кисловато сладкий то что надо сахар добавить чуть-чуть если добавили сахар добавьте еще немного еще ложечку маринад для наших голов сейчас приливаем его снова в казан где у нас уже голые овощи так много друзья все видите залили наш маринад рыба не должна в нем плавать она должна в нем томится тушится все накрываем крышкой как сейчас закипит убавляем глаз и 40 минут просто тушим на все функцию скороварки не буду ставить эту крышку просто накрою обычной крышкой отказано этой а эту штуку ставить не буду все как в обычной кастрюльке тушим после закипания 40 минут на медленном огне и будет отлично если потушите больше у вас будет как тушенка она будет просто распадаться я же хочу чтобы она была мягкая но хрящички были косточки зател которые хрящевидные они были несъедобны еще так мне просто больше нравится и потушите больше там час-полтора и она будет просто консерва тоже вкусно но маленько другое ну вот в общем то друзья и все 40 минут тушения речь что получилось пахнет все это чудно просто офигенно сейчас я хочу что достану камер запотевает и попробую попробуем так ну что друзья все у меня получилось смотрите какая голове не она распарилась но она еще не состоянии консервов косточки из которых даже оберных крышках вот здесь на челюстях они еще твердые но все это уже мягкая ведь классно все хрящики развалились здесь есть еще погрызть и что покушать самое вкусное конечно в головах этого здесь вот и покажу насколько все распарилась все срочно очень и очень ароматно самое вкусное это конечно щека просто кусочек мяса на говядину похоже вот это все обсасывается обладывается это все вкусно в самой чем вкусная часть в рыбы это глаза многих выкидывают но зря вот эту черную часть не едят убирают а вот это очень нежная жирная вкусная штука также в голове очень вкусный хрящ вот этот ведь он развалился стал практически как холодец пусть не что вещь все погрызть можно съедается практически все остаются только зубы и жесткие заберные крышки ладно друзья на этом видео заканчиваем всем кому было интересно и полезно ставьте пальцы вверх то что это вкусно я вам гарантирую попробуйте приготовьте не пожалеете недорого доступно и очень вкусно на ужин на обед приготовить на семью и завтра когда это будет холодно это будет еще вкуснее все такие вот специи с овощей впитаются ароматы в рыбу это будет еще пушка все друзья на закуску просто вот проверено она друзья все на этом заканчивается призы вы любите рыбу готовить нравится он рецепт подписывать на канал нажимайте колокольчик ничего не пропустите все на этом с вами я прощаюсь всем спасибо что смотрели это видео до конца и всем пока скоро будет скумбрия холодного копчения очень вкусная коптить будем дома покажу как на чем и